22 июня 1994. Хозяева чемпионата мира, сборная США, играет против Колумбии, одного из фаворитов турнира. На 35-й минуте защитник колумбийцев Андрес Эскобар идет на низкую подачу американца Джона Харкса и срезает мяч в свои ворота. Колумбия проиграет 1-2 и останется без плей-офф. Это настоящий крах. В медальине на Андреса Эскобара по телевизору смотрит сестра Мария. Ее 9-летний сын напуган. Мамочка, они убьют Андреса. Женщина не верит. Нет, дорогой, людей не убивают за ошибки. В Колумбии все любят Андреса. Но страхи мальчика сбываются. Спустя всего 10 дней в спину футболиста выпускают 6 пуль на стоянке у ночного клуба. Были ли они расплаты за автогол? Принято считать, что да. Провал на чемпионате мира стоил больших денег теневым хозяевам Колумбии. Кокаиновые воротилы потеряли миллионы на тотализаторе и не получили отдачи от агентского бизнеса. Но колумбийская реальность запутаннее. В этой трагичной истории не обошлось без знаменитого однофамильца Андреса Пабло Эскобара. К старту чемпионата мира его уже нет живых. Пабло подстрелили на крыше дома в Медельине. Но даже мертвым преступный король Южной Америки влияет на судьбы колумбийцев. Футбольные матчи проводят на разных стадионах, разными мячами, в разное время суток, в разную погоду и в разных турнирах. Но есть одна общая деталь, которую можно встретить хоть в финале чемпионата школы, хоть в финале чемпионата мира. Монетка, которую подбрасывает судья. Мы все понимаем зачем, но задумывались ли когда-нибудь, кому на Земле первым пришло в голову ее подбросить и какие исторические дела решались с ее помощью. По легенде, впервые монетку подбросили в Древнем Риме. А пожизненный диктатор республики Юлий Цезарь придал этому процессу чрезвычайную важность. С давних времен, делая сложный выбор, люди задавались вопросом. А какая воля Божья? Император предложил получать ответ с помощью игры. Если на монетке выпадала сторона с изображением Цезаря, значит ответ богов утвердительный. Таким способом искали решение даже в судебных вопросах. Еще один пример. Без монетки город Портланд назывался бы по-другому. Его основатели Уильям Овертон и Аса Лавджой никак не могли договориться и решили, что городу даст имя тот, кто выиграет на монетке. Наши партнеры из Лиги Ставок существенно расширили функционал монетки. А вернее, генератора случайных чисел. И разыгрывают с его помощью призовой фонд более 260 миллионов рублей. Участвовать просто. Переходите на сайт Лиги Ставок по ссылке в описании, заключайте пари, получайте джекпон и шанс сорвать джекпот. Победитель определяется среди всех обладателей джекпонов генератором случайных чисел. Есть несколько розыгрышей. Ежедневные, еженедельные и ежемесячные. А главный джекпот разыграют в декабре 2022-го. Начало 90-х. В футболе нет силы яростнее, чем сборная Колумбии. В 26 матчах перед поездкой в США команда Франсиско Матураны проиграла всего раз. Вершиной стал разгром Аргентины в Буэнос-Айресе на финише квалификации. Историю не изменить. Аргентина вверху, Колумбия внизу. Самоуверенно говорит перед матчем Диего Марадона. Прежде Аргентина никогда не проигрывала в отборе на чемпионат мира у себя дома. В итоге Колумбия забивает 5. Аргентина ни одного. 5-0. Команду Симеона и Батистуты унижают при 53 тысячах свидетелей. На следующее утро журнал Эль Графико выходит с черной обложкой. Позор. Победы сборной дают надежду людям, уставшим от повседневного ужаса. Колумбийцы могут спрятаться от разборок наркокартелей, их бесконечной войны с властями, взрывов, похищений и убийств. Стадионы были забиты под завязку. Профессор, банкир, бедняки, средний классы, богачи. Внутри стадиона не было различий, говорит тогдашний руководитель Колумбийской футбольной федерации. Но за подъемом стоит не что иное, как кокаиновые деньги. За пять лет до фатального чемпионата мира в 1989 году Националь из Медельина первым из колумбийских клубов берет кубок Либертадорес. К успеху причастен и Андрес Эскобар. Он реализует первый удар в финальной серии пенальти. Тренер Националя Матурана понимает, все знают, кто оплачивает триумф его клуба. Секретов нет. За рычаги в чемпионате Колумбии дергают те же люди, что делят кокаиновый рынок. Эскобар покровительствует Националю из родного Медельина, его ближайший подельник Хосе Гонсало Родригес Гача по кличке Мексиканец содержит столичный миллионариус. В еще одну команду, Америку, вкладываются братья Гильберто и Мигель Рехуэлло, лидеры могущественного картеля Кали. Футбол добавляет наркобаронам популярности, но прежде всего помогает отмыть грязные деньги. Этот аттракцион называют наркофутболом. Потом, когда Эскобар сядет в им же построенную тюрьму, он не сможет без футбола. В своей знаменитой катедрали оборудует футбольное поле и будет принимать в гости игроков. Чемпионат мира в США разочарует нацию и ее самых влиятельных представителей. После стартового поражения от Румынии 1-3 начинается ад. Народные герои теперь боятся за себя и родных. Особенно игроков пугают угрозы, которые вдруг высвечиваются на экранах в гостинице. Матч США продлевает кошмар, а победа над Швейцарией уже ничего не дает. Сборной предлагают не спешить с возвращением домой. Андресу Эскобару такой вариант не подходит. Совесть команды и ее капитан не хочет прятаться от простых колумбийцев. Он выступает в крупной газете из богаты «Эль Тиэмпо». «Мы должны идти дальше. Не имеет значения, насколько нам тяжело. Мы должны подняться. У нас есть два пути. Позволить гневу парализовать нас, и тогда насилие продолжится? Или же мы преодолеваем это и отдаем лучшее, чтобы помочь другим? Это наш выбор». Андрес не перестает винить себя за единственный автогол в карьере, и избавить от мучений может лишь любимый и опасный как никогда Медельин. На улицах города уже нет Пабло Эскобара. Павшего короля вычислили в одном из кварталов и застрелили 2 декабря 93-го. Через день после 44-х летия. Смерть Эскобара не прекращает насилие. Наоборот, руки банд развязаны, и Колумбия тонет в хаосе. «Все вышло из-под контроля. Босс был мертв, так что каждый стал сам себе боссом. Пабло держал криминальный мир в строгом порядке. «Если ты что-то затеял, спроси на это разрешение», — много лет спустя скажет кузен Пабло. События трагической ночи развивались так. Андрес звонит партнеру по сборной Чонто Эрере и предлагает выйти в город. «Нет, будет лучше, если мы останемся», — отвечает Чонто. Матурана тоже отговаривает Эскобара. «Будь очень осторожен». «Нет, я должен показаться народу», — настаивает Эскобар. В ночном клубе Андрес натыкается на компанию, которая с издевкой хвалит его за автогол. Расстроенный Эскобар отвечает, это была просто ошибка. Но оскорбления не прекращаются. Пытаясь закончить это, Эскобар садится в машину, и над парковкой гремят выстрелы. Шесть пуль превращают 3 июля в черный день колумбийского футбола. Свидетели запоминают номер авто, на котором скрываются убийцы. Расследование приводит к братьям Галлоном, заносчивым наркоторговцам, когда-то покинувшим Медельинский картель. Ошибкой Андреса было отвечать Галлоном. После смерти Пабло Эскобара они не терпели возражений от кого-либо, не только от Андреса. «Ставки здесь ни при чем. Это была стычка и ничего больше», — настаивал Папай Веласкес, бывший киллер Пабло. Виновным делают телохранителя Галлонов. Приговор — 43 года тюрьмы. Отсидев четверть срока, Умберто Муньос выйдет за примерное поведение. Убийство Андреса ужаснуло колумбийский футбол. Стадионы пустеют. Многие больше не хотят играть за сборную. За четыре года Колумбия с четвертой строчки рейтинга FIFA опустится на 34-ю. У колумбийцев будет еще один чемпионат мира в 98-м, а следующего страна будет ждать 16 лет. «Наше общество уверено, что футбол убил Андреса. Нет. Андрес был футболистом, убитым обществом». Грустный итог от тренера Матураны, за которого когда-то играл Андрес Эскобар.